Добрый день, друзья! Мы рады приветствовать вас на нашем докладе, посвященном декларативной верстке, такое модное, хайповое, интересное слово. Анатолий, расскажи, пожалуйста, что ты, вот, сегодня мы планируем углубиться вообще в историю немножечко этого вопроса, да, в технической реализации, но пока скажи, пожалуйста, вот вкратце твое мнение по этому тренду. Как ты считаешь, можно ли сказать, что люди, которые сейчас не пользуются декларативной версткой, не вникают в это все, сознательно оставляют себя за бортом и плодят технический долг на проектах? Всем привет! Ну, наверное, сказать, что прям плодят технический долг сложно сейчас еще, потому что, ну, это небольшой спойлер к докладу, как раз это мы и рассмотрим там сегодня, но в целом это выглядит так, как будто бы за этим будущее, и действительно, как минимум изучать это сейчас уже стоит. Применять не во всех кейсах, но знать и как-то хотя бы интересоваться этой темой уж точно стоит, и сегодня как раз-таки хороший доклад для того, чтобы чуть-чуть вникнуть в эту тему и посмотреть еще под разными углами. Да, думаю, много интересного мы сегодня обсудим. Друзья, я напоминаю, что у нас есть чат, куда вы можете присылать свои вопросы. Пишите, мы по ходу доклада вряд ли успеем на них ответить, нам предстоит очень большой объем информации осветить, но мы сможем обсудить это непосредственно либо после доклада, либо в дискуссионной зоне. Также вы можете оставить свой отзыв после завершения доклада. Итак, Анатолий. Ну, здесь я еще, наверное, ремарочку сделаю, что если вы хотите задавать вопросы, запоминайте, пожалуйста, слайды. Слайдов много, 80 штук. Будьте готовы к тому, что информация прям плотничком будет и просто там перещелкивать, а вот на тот слайд, на котором было, лучше прям с номером слайда, а не там в правом нижнем углу будут. И сразу задавайте вопросы тогда. Давай начнем. Расскажи пока про себя немножечко. Так, ну да, давай начинать тогда. А как ты вообще пришел к этой теме? Про это... Как пришел? Да вижу, что есть тенденция, есть люди, которые используют, переходят, а обучаться этому, ну, сравнимо тому, чтобы научиться новому языку программирования, потому что подход совсем отличается от того, что привычно в оперативке, и определенная как-то кривая обучения у него есть. И вот просто возник вопрос у нас в компании, а стоит ли вообще сейчас это использовать или делать как бы так по старинке? Или все же изучить новые, делать, может быть, лучше или там эффективнее или быстрее? И вот, собственно, и вышла идея такая. Так, есть подходы, а почему они такие модные? А в чем их отличие? Они же вроде в целом-то похожие, и надо как-то, наверное, посмотреть на это вместе и решить, что из этого стоит использовать, что нет. И, собственно, так родилась идея такой небольшой обзорной экскурсии, назовем это так, в подход, именно с мобильной точки зрения. Хорошо, спасибо. Так, ну, давай, наверное, начинать, потому что времени много, Smalltalk у нас занимает тоже как бы часть доклада, поэтому поехали. Зачем этот доклад вообще? В первую очередь разобраться, что за декларативным UI-м будущее, хотя бы косвенно это понять, познакомиться ближе с внутренним устройством, немножечко дать перспективный взгляд на подходы, то есть немножечко их сравнить относительно друга и вообще подумать о том, рационально ли переходить на конкретное решение сейчас. Но главное, что, понимаете, здесь в докладе не будет конкретных там практик применения, это больше такая пища для ума, для того, чтобы понимать общие подходы. И, опять же, дисклеймер небольшой также, что это личное мое мнение, в чем-то я могу ошибаться, заблуждаться, что-то я мог не до конца прокопать, поэтому будьте готовы к этому тоже. Немного о себе. В мобильной разработке я уже достаточно давно начинал как iOS-разработчик, поэтому именно в рамках сегодняшнего доклада не думайте, что я там такой вот весь завязанный именно на какую-то платформу, поймете, почему я это именно упоминаю. Ну и да, развиваю свою компанию MadBrainz, являюсь техническим директором, принимал участие в куче проектов, тут часть только из них представлена, а так про самих MadBrainz мы разрабатываем корпоративные мобильные решения, уже давно существуем, достаточно для мобильной студии, и используем самые современные подходы и технологии. Почему, собственно, и смотрим на всякие такие новые фишки, и регулярно их изучаем, и, скажем так, пытаемся использовать. Но перейдем непосредственно к теме. Для того, чтобы понять, что такое декларативный UI, в общем-то, неплохо бы окунуться в историю, поэтому я рекомендую очень классный доклад от Матвея Малькова, который проходил как раз два года на Мобиусе. Там он очень хорошо в начале доклада разбирает, что это такое вообще декларативщина, и почему это эволюционный именно процесс, а не прям революция, что мы прям что-то по-другому делаем. Нет, мы от битиков-байтиков постепенно идем к языкам высокого уровня, и сейчас вот к декларативному подходу, в частности, UI. Но главное, что сейчас нужно понимать, как воспринимается декларативный UI, это как функция от состояния. То есть мы сдаем какую-то модельку функции, и она нам дает какой-то UI. Это, наверное, самое главное в текущем понимании этого декларативного UI. Здесь сразу же стоит понимать, что это не идеальный мир, и у нас есть определенные накладные расходы, и вот так вот в чистую оно работать не будет, следовательно, нужно применять какие-то оптимизации все еще. То есть напрямую прям сразу, из функции каждый раз, из любого и малейшего изменения состояния делать новый UI не получится. Ну а дальше уже про оптимизацию тоже поговорим. Откуда она вообще пошла, такая мода на мобильную декларативщину, это, наверное, стоит сказать в первую очередь спасибо React Native, который уже пора забывать на самом деле, но как дедушка такого декларативного UI в мобилке, его можно упомянуть. Появился он достаточно давно уже, и потом уже моду переняли вот Flutter, SwiftUI и Compose. Как видно, именно Compose был последним среди этого. Почему же декларативный UI это хорошо? В первую очередь, наверное, потому что он интуитивно понятный. Человеку даже, который не сильно знаком с программированием, но хотя бы немножко знает английский язык, уже можно примерно представить, как это будет отображаться. Но уж человеку, разбирающимся в программировании, вообще красота, проще управлять состоянием, так как мы явно их разделяем, не нужно там у лейбла цвет или состояние настраивать отдельно. Меньше кода. Ну, зависит от подхода, но в большинстве случаев все-таки меньше. Нет как минимум локаций, диалокаций и подобных вещей. Производительные тут уже зависят от реализации. Ну, и перейдем непосредственно на такой небольшой битве наших декларативных подходов, сравним их по нескольким критериям. Критерии будут следующие. Это легкость хода, то есть то, насколько человеку, незнакомому с этим подходом, в частности, начать на нем что-то делать. Я смотрел с точки зрения именно человека, приходящего только в мобильную разработку, но с ремаркой на то, что человеку, который уже писал на iOS или на Android, будет чуть проще в той технологии, которая соответствует платформе. Удобство использования сравнимо. То, с чем мы сталкиваемся каждый день как программисты, внутреннюю реализацию посмотрим, и немножечко затронем навигацию, анимации как важные части того, с чем мы тоже сталкиваемся частенько в мобильных приложениях. Расплатформенность, куда же без нее. Она тоже в последнее время важна. За рамками доклада сразу же остаются производительность и проверка на столкновение с реальным миром. Я очень хотел это включить, но уже 80 слайдов мы просто бы не успели. А это каждый из этих пунктов тянет на отдельный доклад даже, наверное, а не просто на дополнение. Сразу же небольшой спойлер. В течение всего времени, пока я готовился к докладу, у меня вот эта вот картинка перед глазами вылезала. И, ну, как бы будьте готовы к тому, что будет немножечко трэшово в какой-то степени и интересно. Давайте сравним теперь легкость входа. Как установить, сделать первые шаги и документацию сходники? Понятное дело, что да, для тех, кто уже iOS и Android пишет, что-то будет чуть попроще. SwiftUI. Ну, главное ограничение — это то, что нужно установить X-код, а дальше... Ой, ну, нужна машина с Mac OS, и дальше устанавливаем X-код и вперед. Делать первые шаги тоже несложно, потому что есть хороший туториал от самих иплов. Пошагово с анимашками, посрочно код там добавляется, класс. Вот с документацией уже не все так красиво. Есть статьи, но в основном про использование. Самое главное, что нет объяснения базовых концепций. Для людей, которые хотят разобраться поглубже, это прям больно. Все базовые штуки выясняются чисто сообществом методом экспериментов, либо сам выясняешь это все. Ну, как пример документации, то, что вот про view composition там написано вот три пунктика, и два из них — это просто описание классов. Притом описание классов, как видите, не сильно большое. Здесь вчитываться слева в картинку не надо, это просто как пример того объема текста, который там упомянут. Дальше просто описание свойств методов. Окей, Google, но разобраться хочется, и здесь я могу порекомендовать шикарнейшую книжку от Objective.io, Thinking Swift, и они прям очень хорошо разобрались во всех базовых вещах чисто методом экспериментов. Ну, а что у нас с исходниками? Ну, все наглядно показывается картинкой и цитатой старого мультика. Compose. Установка тоже несложная. Скачиваем Android Studio, подключаем зависимости. Они все-таки идут отдельными библиотечками. Ну, или можем создавать новый проект в Android Studio в свежей версии. Сделать первые шаги. Есть отличный pathway от Google, в котором пошагово тоже с разными примерами, с разным погружением в разные элементы разработки показывается в статьях, в видео, в кодлабах. Тоже классная штука. Документация прекраснейшая. Множество статей, целый набор регулярно обновляемых примеров на GitHub'е с открытыми исходниками код, даже Slack-сообщество, чтобы лично пообщаться. С исходниками тоже все прекрасно. Они доступны. Можно посмотреть буквально прям в VDE-шке, когда вы используете уже не какие-то методы или классы. Что забавно, там иногда можно наткнуться на тудушки. То есть инструмент развивается, видно, что ребята, может быть, что-то не успевают и пытаются сделать его лучше. Flutter с установкой для именно продуктовой разработки не так. Все просто. Нужно скачивать, устанавливать, настраивать. Причем для мобильной разработки отдельно понадобится устанавливать и Android Studio, Xcode, еще и CocoaPods. Для тех, кто с iOS не знаком, вообще какая-то дичь. Но вот в целом нужно иногда привыкать что-то делать в консоли. Но, есть большое но. Можно просто зайти на DartPad и сразу же начать писать. Притом, независимо как-то там от платформы, от того, откуда вы заходите. Главное, чтобы интернет работал. Для начала прям шикарнейший. Как сделать первые шаги? Тоже классно. Здесь куча туториалов и на официальном сайте, и в сообществе уже. Самое главное, что здесь хочется выделить, это что есть специальные туториалы для пришедших с другой платформы. То есть можно прям вот, не знаю, ты писал на iOS или на Android, посмотришь вот этот вот туториал, сразу найдешь общие концепции. Очень круто и понятно, сразу ставит мозги на нужное место в сторону Flutter. Документация просто исчерпывающая, по-другому не скажешь. Она вся сделана так, чтобы как будто бы продать нам максимальную технологию, чтобы показать нам ее с лучших сторон. Как яркий пример, это регулярно обновляемый YouTube с Widget of the Week. То есть они каждую неделю какой-нибудь виджет там разбирают, рассматривают. Круто. В исходнике все наглядно показывается именно такой картинкой. Все открыто, пожалуйста, используйте. Ну и как промежуточный результат? SwiftUI хорош, но только в первоначальном туториале установка, ну, как-то дальше уже не очень. Compose простая установка, хорошая документация, начинать легко. Во Flutter немного сложности с установкой, но все-таки это компенсируется тем, что можно прямо в браузере начинать. Дальше при удобстве использования. Здесь я так немножечко поэкспериментировал и реализовал интерфейс, ну, ленты Инстаграма, запрещенной вроде как в России, соцсети, и сделал такое сравнение того, как, каково мне было писать это на трех разных подходах. Про очевидность, скажем так, у Flutter. Все виджет — единая концепция, которая позволяет сразу настроить мозг думать в одну сторону, скажем так. И если вам нужно что-то добавить, вы всегда знаете, что вам не нужно искать какой-то там метод, какую-то там аннотацию специфическую. Вы думаете о том, что так, какой виджет мне применить. Классно. Явное определение и разделение частей с состоянием и без, то есть это тоже настраивает достаточно такое чистое написание чистого кода. Полноценное дерево виджетов, потому что все у нас делается за счет виджетов, и мы как бы, добавляя какой-то функционал или какой-то там элемент верстки, или то, как он будет лейаутиться, мы просто добавляем элемент в дерево. И это прям сильно хорошо видно, если привыкнуть к этому. Отсутствие магии опять же поэтому, потому что мы просто за счет виджетов это все добавляем, и они там структурируются в виде дерева. Ну и шуточный пунктик заставляет думать о детях. Просто обратите внимание, сколько здесь упоминаний child и children. Ну и как минусы такого подхода, на самом деле, это большая вложенность. То есть дерево получается вообще неочевидное. Если незнакомый или там подсветка кода отключилась, фиг тут разберешься. И отсюда же вытекает, что ключевые виджеты закопаны в дереве. Потому что они за вот этими child'ами, там параметры, названиями параметров в функциях прячутся. И не всегда понятно, если просто под дерево бежать глазами, где какой виджет и как они друг к другу вложены. Дело привычки, но сейчас посмотрим, как другие фреймворки. Понятно, почему я это упомянул, Станин. Также про очевидность хотелось бы сравнить именно реализацию такого компонента, который используют, наверное, все мобильные разработчики. Это такого списка элементов. Элементов, лист, там, table view, если я в iOS. Вот. Если берем подход в лоб, то есть ищем компонент, который вот так и называется, list view, в Flutter'е, все быстро и просто делается, но есть нюансы. Для того, чтобы как-то разделять, ну, допустим, первый виджет должен быть другого типа, как в Instagram Stories, то здесь уже придется напрямую управлять индексами. Не очень подход, есть подход получше, но, опять же, про него нужно знать. Это custom scroll view со сливерами, с ними разобраться, опять же, надо будет, поэтому тут немножечко в очевидности не очень хорошо все. Но дело привычки, опять же. Compose, очевидность. Так как мы, ну, разработчики Compose решили сделать, почему так, мы посмотрим чуть дальше, именно все функциями. То есть мы получаем чистую концепцию, что у нас в UI реально описываются функции от состояния. И это тоже настраивает на чистоту. А модификаторы с безопасностью типизации, то есть мы не сможем использовать модификатор там, где его нельзя использовать, это очень крутая фишка. Явное дерево с видимыми ключевыми элементами. Вот посмотрите здесь, мы уже можем, пробегаясь глазами, прям слева по столбику, видеть, какие компоненты у нас используются. Здесь сразу выделяются они, там, столбец, строка, картинка, текст. Очень круто и удобно. И ответы на все можно найти в документации, даже вот просто кликнув, перейти к исходникам, посмотреть, как оно там устроено, очень сильно упрощает жизнь. Но вот из минусов здесь уже есть магия. Вот те же Composable аннотации, которые на самом деле не аннотации, но это уже техническая реализация. Для нас можно считать, что аннотация так выглядит так же. Какие-то нюансы с модификаторами, как они применяются, потому что модификаторов, например, положение или порядок модификаторов, он влияет на то, как они будут влиять на нашу view. И это уже не совсем очевидно. Состояние можно определить где угодно. То есть, если во Flutter это у тебя отдельный виджет, именно должен быть со стейтом, то здесь мы можем его определить где-то посреди нашей иерархии view, двух, что может приводить к ней очень, опять же, очевидным нюансам в реализации. Ну и нет явного управления скопом рекомпозиций. То есть, то, какая часть будет в нашей view рекомпозироваться, то есть перерисовываться, переделываться, а это зависит от внутренней реализации. И гугловские разработчики говорят, что, мол, не парьтесь, сделайте, как мы рекомендуем, и it just works. Оно будет работать так, как должно. Но плюс-минус они дают идеи того, как это должно работать. Там есть scope, column scope, row scope, вы можете увидеть на изображении. Но при этом из-за того, что column и row inline функции, они тоже будут перерисовываться. Такой нюанс, который нужно знать, если хотите в этом разобраться. Что касается листов. Вообще все прекрасно. Никаких заморочек. Берем, делаем коллекцию, передаем ее в lazy column через items, и оно все отрисовывается. Но при этом, если нужно какой-то уникальный элемент показать первым, как в данном контексте, используем еще одну функцию, item, и показываем, что нам нужно. Прекрасно все работает, круто и очевидно. SwiftUI. Что у нас с очевидностью? Ну, компактно. Ключевые элементы видны в дереве. Да, все, круто. Теперь про минусы. Их много. Модификаторы. Вы просто обратите на них внимание. Если в компоузе они у нас в самом верху располагались непосредственно с тем виджет, с той компоуз-функции, с тем элементом, на который мы его применяли, то здесь они могут улетать куда-то вниз. Если обратите внимание на аштег, то вот внизу вот эти модификаторы, они применяются к нему. А если аштег сотню страниц, это нужно будет долистать до самого низа, чтобы понять, как у нас аштег меняется. Тут вообще просто, что происходит, потому что, если вы внимательно смотрите на код представленный, вы можете заметить, что посреди вот этих вот модификаторов у нас упоминается NavigationTitle. Я мог его поставить даже не здесь, а вот где-нибудь у баттона, либо у текстфилда, и это работает как, зачем, почему. То есть мы меняем внутри, посередке дерева, тайтл у NavigationTitle, который, блин, вверху у дерева. Что, зачем? И это самое опасное, наверное, в том, что это можно применять несколько раз. Какой там тайтл будет? Одному богу известно, точнее, не богу, а тому разработчику, который писал эти исходники, SwiftUI, и они закрыты, и мы узнать это не можем. И это еще может меняться в зависимости от версии iOS, что-то я тоже вынесу минусы. Ну и различные ограничения, программирование методом тыка, то есть код, который мы пишем в наших функциях для SwiftUI, это на самом деле не обычный код, это ViewBuilder, и все подряд мы там писать не можем. Поэтому вот такие франкенштейны, как forHVD класса появляются. И if на самом деле не if, к этому мы вернемся еще. Ну и кастомные вьюхи через боль, но это уже немножко про применение, там не мог не упомянуть. А вот теперь интересный моментик. Смотрите, вам могло показаться, что код не изменился справа, он изменился, но настолько, чтобы оставаться компилируемым и при этом не падать в момент запуска. И обратите внимание, что код очень похож. Не хватает одного маленького элемента. Это вот этой вот точечки, которая есть у фонда, вот здесь вот. И компилятор вам никак не подсказывает это. Он просто компилирует это, запускает, а к приложению потом крашется с XBetAccess. Отлично, спасибо, очень удобно. А если у меня там 2000 строк кода и где-нибудь точечка забылась? Больно, просто больно. Окей, продолжаем про боль. SwiftUI очевидность. Пытаемся сделать лист, также наглядно есть специальный класс. Окей, делаем. Получаем вот такого франкенштейна, который еще выезжает за границы экрана. Упоминания о каких-то там ошибках того, что мы вылезли за скоп отрисовки, нет. Зачем? Забудьте. То есть даже как с constraint'ами раньше было такого, нет просто. Окей. Ну, блин. Он настраивает нам его как TableU. Есть какие-то границы, есть какие-то сепараторы. Ладно, наверное, должны быть настройки. Можно хотя бы сепаратор убрать. Можно, но есть нюанс. Ой, на каждой версии iOS это делается по-разному. Класс, спасибо. Ну и как бы, ладно, есть подходы, как всегда, обходные пути. Делаем вручную, не через использование листа, а скролл-вью, слайзевый стеком. Пожалуйста, все ручками. Работает, можно. Окей. Но здесь тоже нужно понимать, что для того, чтобы передать коллекцию в Forage, любую коллекцию туда передать нельзя. Нужно либо идентификаторы явно передавать в качестве параметра для Forage, то есть то поле, которое будет у модельки использоваться в качестве идентификатора, либо, собственно, в этой модельке имплементировать протокол Identifiable, где мы явно задаем поле ID. Ладно, спасибо. Теперь про инструменты. Немножко то, чем мы каждый день пользуемся как программисты. Вот у Flutter какие есть инструменты удобные. Можно работать в Android Studio и VS Code, что круто. Можно как бы выбирать для себя инструмент. Это очень полезно, в отличие от iOS или Android, например, разработки. Куча вспомогательных плагинов. Это касательно VS Code. Можно устанавливать все, что угодно. Все подряд. Там и подсветки, и там фолдинги, и какие-нибудь команды. Вот. Но главное быть аккуратнее, потому что в какой-то момент оно может начать тормозить, оно все-таки ресурсы жжет. Можно запускать на всем, что поддерживается. То есть не обязательно там эмулятор запускать. Можно хоть в браузере иногда тестировать, если это быстрее, пожалуйста. Или дескопное приложение собирать. Ну, это вот плюсы кроссплатформности. Классно упрощают жизнь с учетом тех минусов, которые обозначали выше. А автоматические комментарии, вот эти вот полосочки, которые вы видите здесь, они позволяют нам понять чуть вложенность, чуть более явно. И видеть, где у нас там закрывающая скобка. Не считать там, сколько я там вложил контейнеров, виджетов точнее, и сколько у нас там скобок появилось. А вот Box Decoration, окей, Box Decoration. Все понятно. Не сильно упрощает жизнь, да. Но хотя бы немножко. Hot Reload, Hot Restart вообще отличные вещи, которые ускоряют разработку в разы. И не нужно ждать компиляции. Мы просто что-то поменяли во вьюхе, хоп, перекинули. Сразу видно на эмуляторе или в браузере, там, или где мы там разрабатываем. Отдельный большой плюс — это DevTools. Это просто мощнейший инструмент для того, чтобы ваше приложение прям под микроскопом вживую разобрать, посмотреть, как там что рекомпозируется, как перерисовывается, как там кадры пропускаются или нет. Круто-то. Отдельный маленький пункт, которым пользуется каждый день, это вот Alt Option плюс Enter, который позволяет вам вернуть контейнер в другой контейнер. То есть не вырезать его, не искать где там закрывающая скобка, опять же, в этом дереве во вложенности, а просто взять и обернуть посреди дерева какой-нибудь элемент в другой виджет. Удобно. Но вот из того, с чем сталкиваемся уже в других подходах, не хватает превьюшек, которые позволяют сразу несколько штук открывать, разные настройки ставить, разные экраны. Здесь такого нет, все-таки придется запускать отдельный эмулятор или еще где-то. Для кастомных настроек иногда приходится лезть в отдельную IDE-шку, ну, в частности, это речь про Xcode, и иногда проще через консоль что-то сделать. Ну, это чисто мое личное мнение. У композа, как и с инструментами, вот тут как раз большим плюсом являются превьюшки. Они еще и с интерактивностью, можно что-то прям посмотреть, пошевелить, сделать сразу на разных экранах, ну, даже ночной режим там включить или еще что-нибудь такое. Но завязано на компиляцию. Есть такой минус. LiveEdit пока еще там то ли в альфе, то ли в бета. Layout Inspector есть шикарнейший, который по слоям также все раскладывает и позволяет там посмотреть, как что, от чего зависит в layout. И Animation Preview, который вы видите на гифке, оно позволяет подтюнить анимацию так, как я еще нигде не видел, разве что там где-нибудь в игровых движках. Это очень круто. Но минусы. Нет вот этого контекстного меню, который упрощает жизнь. Здесь приходится прям явно вырезать вьюшки и смотреть, где она там заканчивается. Это наша композ-функция. Ну, да. Есть какие-то шаблоны, но, честно, они у меня так и не заработали. Может, я неправильно что-то применял. Периодически что-то отваливается, но типичная Android Studio. Я про нее говорю. В VS Code, я насколько знаю, тоже бывают баги, но вот с Android Studio даже в какой-то степени уже хрестоматийно стало, что постоянно что-нибудь ломается. Особенно на презентациях. Поэтому лайфходдинга сегодня не будет. Это одна из основных причин. Автоимпорты иногда подтягивают. На те зависимости тоже бывает. Ну, там модификатор, например, откуда-то из рефлексии притягивался. Я типа, а что не копилишься-то? Модификатор, модификатор. Ну, вот бывает такая штука. Ну, и прикол с зависимостями. Инструмент еще достаточно сыроватый. Нужно понимать, от какой версии там Котлина, от какой версии Композа что зависит. Бывают моменты, что подключаешь библиотеку, вроде как в зависимости нормально подтянулись, а она берет и валится прямо в рантайме. Съедет ее инструменты. Ой, ну что, они хороши для новичков. Это весевик. То есть можно прям мышкой элементы накидывать для человека, который не знаком с программированием, особенно таким серьезным. Это прям вау-эффект создает, потому что мы там накидали вьюшек, что-то поменяли, фигак, там Кот сам нарисовался. Красота, прикольно выглядит. Вау-эффект создается, но на этом, наверное, все. Потому что больше я им не пользовался. Только вот для того, чтобы поэкспериментировать. Превью с интерактивностью. Тоже примерно того же уровня, что и у Андроида. Классно, удобно, позволяет быстро все настраивать. Экшн с меню. Это как раз такая же менюшка, как Alt-Inter. Позволяет тоже вкладывать там виджеты одни в другие. Удобно. Чаще всего это применяется мышкой, но я там нашел даже Ctrl-Shift-A, по-моему. Оно может по Hotkey вызываться. Так немножечко удобней. Инструменты, которые уже давно с Xcode развиваются, они донастроили их для SwiftUI. Тоже можно посмотреть, как там, что лаяутится, какие есть задержки, где проблемы. Инструменты прикольные. Ну, это Xcode. У Xcode есть баги. Не зря же у него в App Store две звезды сейчас, по-моему, если не полторы, вместо пяти. Ну, вот как пример, здесь приведена картинка, что лаяут-инспектор у меня так и не завелся. Поэтому я не могу сказать, работает он со SwiftUI и мы нормально или нет. У меня он все время с ошибкой вылетал. Ну и как результаты, удобство использования. Ну, у Flutter все хорошо. Немного многословно, но существует много путей решения. Нужно понимать, что использовать, поэтому вот эти вот виджеты of the week иногда полезно смотреть, чтобы понимать, какие есть вообще виджеты, подходы и как это сделать иногда проще или правильнее. Компост. Есть нюансы, к которым надо привыкнуть, разобраться в магии. Есть вещи, которых не хватает, но в целом неплохо. SwiftUI. Просто фейспаун. Это ужасно. Каждый день этим пользоваться, ну, не знаю, плюс один только за то, что поначалу это выглядит прикольно, а дальше, ну, честно, мне хотелось не то, что ноль поставить, а минус один тут. В первой версии доклада так и было, на самом деле. Внутренняя реализация. Что под капотом? Потому что главная проблема декларативного UI, что мы как бы в идеальном мире сферический конь в вакууме, мы полностью все перерисовываем каждый раз на каждое малейшее изменение состояния. Но это не оптимально. Мы живем в реальном мире, и вот здесь нужно все-таки какие-то оптимизации делать. И вот у каждого из подходов есть свои варианты решения этой проблемы. Посмотрим сначала на Flutter. Здесь сразу важно понять, как у Flutter работает память, и от этого много зависит все. Он работает на изолятах так называемых. Это изолированные потоки, привет из Erlang'а, там что-то подобное, без шаринга памяти. То есть общей памяти, никаких там гонок, дедлоков, вот этого не должно быть. Формально. Также, опять, для упрощения, весь Flutter работает в одном потоке с большущей звездочкой для тех, кто в теме, потому что там, на самом деле, больше потоков. Но для человека, который использует Flutter непосредственно и не опускается под капот там до уровня input-output или еще подобных вещей, можно считать, что в одном потоке. Ну и, следовательно, раз один поток, нет шаринга памяти, это простой быстрый гарбичный коллектор. А значит, можно дешево и быстро создавать и удалять тысячи объектов. Круто. Ну, отсюда и вытекает то, как реализован Flutter, что это отдельные объекты, отдельные классы, которые прям вот создаются и удаляются при наших перерисовках. Но это тоже не самый оптимальный путь. Нужно все-таки использовать оптимизации по максимуму, то есть каждый раз пересоздавать, даже если у нас там, не знаю, цвета лейбл поменялся, весь экран, ну, как-то не оптимально. Поэтому, ребята, пошли дальше и сделали другую оптимизацию. Тем, кто знаком с веб-разработкой, можно сразу аналогию с виртуальным домом привести. Здесь примерно то же самое. То есть они вдохновлялись, наверное, теми идеями, которые были чуть раньше. У нас есть три виджетов, три дерева виджетов. То есть то, что мы рисуем в коде, то, что мы непосредственно пишем, это виджет три, дерево виджетов так называемое. Оно может пересоздаваться, на него опираться не надо, оно удаляется периодически, там вызывает какие-то элементы, может частично вызывать перерисовку дерева. На него не опираемся. Оно для нас как такой шаблон того, как наш UI должен выглядеть. Следующим под капотом у него идет элемент три. Оно практически один в один, но не всегда отображает наш виджет три. Оно уже отвечает за такое долгое хранение наших элементов. И оно уже как раз-таки между перерисовками, переделками нашего UI немного изменяется даже. Оно не обязательно все перерисовывается или все переделывается, или даже частично иногда не переделывается, а просто меняет там параметры в зависимости от того, как мы там настраиваем все. И оно же хранит эстейты у нас. Ну и совсем под капотом уже рендер три, который отвечает непосредственно за отображение и отрисовку на экране. Ну вот элемент три, важно понимать, что оно есть там, оно оптимальненько так работает, но иногда нужно все-таки думать о том, что это деревья, деревья сравнивать тяжело, O от N квадрат, или даже хуже, в зависимости от алгоритма. Поэтому здесь используется евристический так называемый алгоритм, который идет по такому оптимистичному пути, что если у нас классы отличаются в ветке у дерева, все, выкидываем всю ветку, перерисовываем заново. Вот, ну, чаще всего это работает оптимально, потому что мы не так часто меняем UI настолько значительно, чтобы сравнивать все дерево прям вот максимально оптимально. Максимально точно, точнее. Flutter. Доступ только к виджетам есть? На самом деле нет. Вот, когда мы смотрели на код, мы видели там такую штуку, как build-контекст. Это не что иное как раз-таки, как доступ к вот этому дереву элементов. Это прямым текстом написано в документации, что это вот те элементы, просто закрытые за абстрактным классом build-контекста. То есть немножечко такое, чтобы лишнего не натыкали, но доступ к элементам у нас фактически есть. Что у нас с точки зрения архитектуры? Получается, что Flutter очень круто разделен на слои, и у него есть зависимые от платформы части, есть такие уже более-менее независимые, и мы, в отличие от того же React Native, полностью выкидываем весь UI и рисуем его заново. То есть дайте нам доступ к конвасу, и Flutter нарисует все сам. Использует он для этого игровой движок с KIA, как, в принципе, уже там и Compose, к чему мы придем дальше. Но это дает как больший плюс, так и минус. Среди плюсов полное управление каждым пикселем на экране позволяется делать все, что угодно. Вроде как оптимизация. Если вы делаете хорошее приложение, гарантируется 60 кадров, а с недавней версией можно даже 120 кадров в секунду делать. То есть есть свои плюсы. Но минусы то, что полностью перерисовка, и часто iOS-разработчики поливались на то, что ой, там скролл не нативный во Flutter, это заметно. Ну, они улучшают это. С каждым годом сейчас уже сильно это менее заметно, если вообще заметно. Переходим к Compose. Что у нас с Compose? Как он внутри реализован под капотом? Это GVM, точнее, Art, а значит, у нас сложный, тяжелый гарбич-коллектор. Следовательно, так просто создавать объекты, как Flutter, и удалять их мы не можем. Это будет тяжело. Ну, значит, идем по другому пути. Подумали, наверное, разработчики и пошли в сторону функций. То есть у нас просто вызываются функции, не создаются объекты. Они специальные, то есть не только пишутся с большой буквы, но еще и с вот такой вот аннотацией, которая на самом деле не аннотация, а больше близка к ключевому слову, тому, как работает, например, блин, опять забыл. Нет, это асинхронность. Ну, неважно, к тому, как работает это в другом компоненте Андроида. И, следовательно, что мы получаем под капотом? Что у нас есть там где-то внутри, в кишках нашего компоуза, вот такой вот unchecked cast к функции. То есть у нас, на самом деле, функция преобразуется, и добавляются к ней еще некоторые параметры. А преобразуется она примерно следующим образом. То есть у нас появляется некий параметр Composer, который у нас расставляет start, end, и прокидывается во все прочие Compose функции. Composer — это такое тоже как представление виртуального дерева наших зависимостей. На самом деле там не дерево, про это сейчас поговорим. Но суть в том, что он тоже как бы оптимальнее сохраняет наше состояние и не перерисовывает, не перевызывает вот эти функции каждый раз. Именно композер за это отвечает. И как вариант, вот как хранится у нас наше состояние, вон вы видите функцию remember, mutable state of, оно также сохраняется вот в нашей некой такой структуре, какой сейчас посмотрим. А что у нас внутри, собственно, у нас не деревья здесь, точнее массив, а точнее gap-буферы. Те, кто либо ковырялся с исходниками Composer, либо внезапно, может быть, делал текстовый редактор, должны знать, что это такое. Но это тоже достойно отдельного доклада, крутая штука. Самое главное, что из нее стоит вынести, это то, что получение, движение элементов, добавление, удаление делается от единицы. А вот передвижение gap-буфера, то есть изменение дерева, условного дерева, у нас происходит за O от N. В данном случае это приводит к тому, что нам нужно, что оно работает достаточно оптимально и быстро. Со state, как я уже сказал, у нас сохраняется в тот же gap-буфер за счет вот такой вот штуки. То есть вроде бы у нас функция, мы в этой функции что-то пишем, а у нас этот элемент внезапно становится как бы таким свойством, что ли, сохраняемым. И это как раз делается за счет вот этой функции remember, которая сохраняет нам вот в этот gap-буфер какой-то элемент. Часто можно увидеть именно вот такую конструкцию remember, mutable state of, но не суть критична. Здесь самое важное это remember, mutable state of, это что-то подобное классу observable. SwiftUI. Ну, что здесь мы можем сказать про внутреннюю реализацию. Есть возможность почувствовать себя ученым, ставящим эксперименты, так как исходники закрыты. Чем сообщество и занимается. Что нам известно из использования или документации? Что в SwiftUI нет garbage collector, тут с памятью делают немножко по-другому. Используется подсчет ссылок, это так называемый ARC. Вьюхи представляются как структуры, value-type с протоколом Vue. Окей, место, где описывается дерево, у нас это вычислимое свойство этой самой структуры. И тип у этого свойства сам view. Какое это view? Окей, а что это за сам? Какое это ключевое слово? Давайте посмотрим, что это. В SwiftUI есть ограничение такое, что типы с интерфейсами, интерфейсы, точнее, с associated type-ами, то есть, считай, интерфейсы с дженериками, они не могут быть возвращаемыми типами. Ну, вот такое вот ограничение у языка. И поэтому придумали opaque result type, когда мы как бы явно возвращаем какой-то тип определенный, но выводить эти типы будет, мягко говоря, больно. Мы на следующем слайде посмотрим, почему. Поэтому придумали такой, ну, на мой взгляд, немножечко костыль, когда компилятор за нас выводит тип. Зачем это нужно было именно через отдельное ключевое слово делать? Ну, нюансы реализации самого языка уже, окей. Но фишка в том, что этот тип менять нельзя. То есть, вы можете сразу подумать о том, а если у нас дерево отличается виджетов, а как же мы будем возвращать разные элементы? Вот про это чуть дальше. То есть, вот пример того, какой тип может получиться на выходе из вьюхи. Это не просто набор текста, это единый тип. А вы еще говорите в Java, дженериков много. Ну, и что мы получаем в итоге-то? SwiftUI, дерево элементов. Те вьюхи, которые мы описываем. Вот представим, что у нас вот есть такая вот простенькая вьюха, контент вью, и в итоге она превращается вот в такой вот тип. Он здесь разложен для наглядности постройщикам. Что здесь важно заметить, что у нас есть условие, и оно возвращает как бы текст и текст. Ну, окей, я говорил про одинаковые типы. Но также в условии мы могли вместо одного из текстов возвращать, например, button или текстфилд какой-нибудь или еще что-либо, или другую вьюху. Это все равно бы работало, это все равно был бы один тип. Почему? Потому что есть маленькая хитрость. А if у нас не просто if, как я уже говорил, это conditional content. И это отдельный тип. То есть if у нас превращается, по сути, тоже в класс, структуру, что там у них под капотом, и возвращается в качестве вот этого элемента, зашитого в этом типе. Но если это все развернуть немножечко попроще, то будет вот такая вот структура, уже близкая к тому, что мы плюс-минус там видели, например, во Flutter или в Compose. Соответственно, здесь тоже важно заметить, что модификаторы, которые мы применяем, тоже являются отдельными элементами этого дерева. То есть, грубо говоря, мы приходим примерно к той же реализации, что у Flutter. Когда мы для того, чтобы добавить какой-то, не знаю, паддинг, бэкграунд, как в данном случае, или корнер радиус, мы оборачиваем наш элемент еще во что-то. Вот. Ну, окей. Ладно. И в итоге у нас этот тип возвращается, он всегда один, и у этого есть большой плюс, что жестко заданный тип дерева позволяет сохранять структуру его и не сравнивать деревья по факту, а сравнивать непосредственно значение деревьев, что очень круто может идти плюсом в оптимизации, с точки зрения оптимизации. Следовательно, нет, от какого-то N в какой-то степени, мы просто сравниваем одинаковые деревья между перерисовками, точнее, даже не одинаковые деревья, а значение в этих одинаковых деревьях. Круто. Но иногда отображаем разные части этого дерева. По такому пути пошли с SwiftUI. Интересное решение. Единственное, что тут интересное. SwiftUI модификаторы. Вот тут просто боль. Ребят, зачем? Зачем? Swift модификаторы это штуки, которые делаются экстеншном, то есть дополнением к существующему протоколу в данном контексте или к классу могли быть, но к корневому view, то есть когда мы делаем паддинг, например, который будет работать, должен точнее работать только там у view, которые отображаются, оно добавляется ко всем view, и оно может вызываться у всех view, оно может вызываться у коллекции view и применяться каждому view отдельно, а может не применяться каждому отдельно, может ко всей коллекции применяться. Господи, зачем? Есть еще референс тайпы, ой, преференсы, которые вот navigation title, которые вызываются абсолютно так же, как модификаторы, но влияют на дерево сверху. Что? Зачем? Какой чистый код? О чем вы? Нет, забудьте, со SwiftUI это невозможно. Тут просто такая мешанина будет после использования, либо так нужно будет следить за тем, как писать чистый код, что каждый код-ревью, наверное, будет продолжаться вечность. Ну и еще что у нас есть? Стейты, конечно же. Давайте посмотрим, как у SwiftUI со стейтами. Есть как минимум четыре подхода, еще пятый с environment, это как раз про те преференсы, ну вот давайте про четыре. Тут нужно разобраться, для чего их использовать. Одни подходят для value type, другие для reference type, есть weak, strong, ссылки, условно, потому что оно немножко не для этого было делано, но тут как бы сначала с этим разобраться, а уже потом внутреннюю реализацию лезть. Ну ладно, давайте представим, что у нас есть базовый стейт и посмотрим на него, что он там делает внутри. Ну и здесь опять же немножко в ограничении языка, что на самом деле в SwiftUI нельзя менять структуру изнутри, это value type, их можно только снаружи, потому что они идут через пересоздание. Но добавляем немножечко магии, спасибо, и когда мы дописываем стейт, внезапно оказывается, что структуру менять можно. Круто, а зачем? И как, главное, а потому что на самом деле вот когда мы помечаем вот такой, ну допустим, аннотации, будем ее так называть, потому что она ближе всего к этому, а аннотации стейт, то мы как бы выносим это поле из структуры вообще полностью, то есть оно хранится где-то в другом месте и становится, ну условно, reference type в какой-то степени, не знаю, каким-то странным франкенштейн. Ладно, что оно там под капотом делает? оно на самом деле создает еще два два свойства, одно с нижним подчеркиванием, которое вот непосредственно отвечает за приватную часть, скажем так, за хранение этого значения где-то еще, property, который вот для доступа непосредственно во вьюхах, property projected value для биндингов, когда мы передаем это значение куда-нибудь внутрь других, вьюх, ой, ну короче, что-то сложное, а что оно потом там делает, где оно это хранит, как это, нет, исходники закрыты, никто не знает, окей, кроме, наверное, самих разработчиков, и что мы имеем в итоге сейчас, flutter, просто раскладывается по полочкам, все шикарно, можно все посмотреть, круто, прикольно, compose, вот тут прям очень крутые идеи заложены, мне прям честно было интересно разбираться, я думал, что там будет сложно, нет, это прям вот сидишь, и ты такой, о, а вот это как сделано, вот это прикольно, вот это тоже круто, очень логично и удобно, некоторые вещи сделаны, SwiftUI, ну за идею, с неизменяемым деревом, плюсик, зашит, но вот все остальное, честно, похоже на такие жесткие кстыли, что пипец просто, ну и затронем два таких важных нюанса в мобильной разработке, это навигация и анимация, что у нас с навигацией в композа, все круто, есть библиотечка, специально подключаем, и берем ее, используем вот таким вот способом, это можно вынести там в стейт, и пожалуйста отделяйте UI от навигации, единственный минус, приходится работать со строками, то есть параметр прям моделькой, передать туда нельзя, по крайней мере в текущей реализации, преобразуем в JSON, из JSON обратно, ну окей, Flutter, что у нас с навигацией, есть два подхода, императивно, декларативно, при этом это не отдельная библиотечка, это все тот же навигатор, со второй версией он как бы преобразовался, скажем так, императивно, коротко, понятно, ясно, но размазано по UI, декларативно, можно вынести отдельно, как бы абстрагировать, но уже чуть хуже в плане понятности и как бы настраиваемости, настраиваемости, вот, то есть с этим нужно разбираться, есть библиотечки, которые это упрощают, но так как мы про чистые сейчас фреймворки говорим, то вот сложноватенько им бывает. Swift UI навигация, ну как бы, а чего ждать, размазано по UI слою, некоторые просто используют UI kit, потому что вот с такой навигацией жить, кроме как в маленьких простых приложениях, невозможно. И чтобы вы понимали, вот здесь вот navigation view, navigation link, и это все, то есть это уже будет вызовом, когда мы вот на лейбл нажмем, то есть это условно делает кнопку нам, то есть если мы туда кнопку запихнем, она будет кликабельной, если мы текст пихим, это лейбл кликабельный, и он нам делает навигацию так, как у нас раньше push работал, по UI navigation контроллеру, вот это все, это не настройка, типа потом вызови где-нибудь, это вот оно и есть. И прям вот так оно размазывается по UI, ровным слоем, по-другому не скажешь. Ой, ужас, просто ужас. Ну, собственно, что мы имеем, что у Swift UI навигация только для маленьких приложений, она формально есть, поэтому даже на один балл не тянет, ну ноль совсем как-то ставить. А у Compose хорошо отделяется, но вот работа со строками, поэтому тоже минус один балл, как-то за это слишком жестко, но поэтому два с половиной. И Flutter. Оперативно, просто, но в UI декларативно заморочено, приходится разбираться. Поэтому вот так. Что у нас с анимациями у Flutter? Есть много готовых элементов, которые прям вот берут и впихиваются, опять же, как виджет, какая неожиданность с Flutter. Но их нужно знать, то есть это нужно почитать, типа подходит ли не подходит, ну как бы можно разобраться. Но есть ручное управление, скажем так, как бы автоматическая коробка передач, как в машине ручная коробка передач. Здесь все значительно сложнее. Нужно объявлять наш виджет, как уже Stateful, то есть состоянием, подключать там специальные, ой, Mixin, настраивать контроллер и уже явно управлять состоянием и перерисовкой. То есть можно управлять тончайшими нюансами анимации, но как бы много буллер-плейта. Иногда подходит, иногда не подходит, поэтому, ну, может быть сложно. Что у нас с композ с анимациями? Есть прям специальный гайд, это прямо из официальной документации, картиночка, что мы должны как бы в каком случае использовать, то есть выбираем в зависимости от ситуации. Тоже как бы много готового, круто, но есть один большой плюс, это то, что у нас есть вот такая штука, анимейт что-то, астейт. То есть, допустим, у нас было альфа, было свойство альфа с типом float, мы его там задавали от 0,5 до 1, просто добавляем анимейт флоат астейт, вот даже не строку кода, парочку ключевых слов, и у нас работают анимации. Теперь у нас анимированная альфа. Все, никаких там заморочек с контроллерами, еще с чем-то. И при этом мы управляем значением, как бы что и должно происходить при, ну, формально при управлении стейтом, там, как бы, при декоративном подходе. А с их тью анимации. Опять же, здесь цитату можно прочитать Криса Эндхофа, вот как раз автор той крутой книжки, которую я упоминал чуть ранее, что очень часто ее можно видеть вот в книге, что мы при вот таком-то или таком-то наталкивались на unexpected behavior, то есть на непонятное поведение. неопределенное. И вот здесь качество примера, смотрите. Это то, что приводится в официальные документации, в туториале, только немножко измененное, для того, чтобы баг работал, скажем так. Для того, чтобы баг был. Он не должен работать. А у нас делается анимация достаточно просто. Через модификаторы. Куда-то он втыкается опять, посредине непонятно чего. Но самое интересное, вот видите, animation nil. Он не просто так. Это такой способ отключить анимацию для первого изменения. То есть, как работает анимашка вот эта вот. А в SwiftUI получается, что мы делаем состояние изначальное в юхе. Потом мы как-то его меняем и говорим, анимируй нам его. Он полностью пересчитывает на другое состояние и, соответственно, делает экстраполяцию перехода от одного состояния к другому на в юхах. Но если нам нужно какую-то часть в юхе не анимировать, мы ее как бы отключаем animation nil. То есть, вот такое вот костыльное решение, что пипец. Я не знаю, как по-другому про это сказать. Самое главное, это не всегда работает. В данном контексте мы отключили анимацию и я вот точно не помню, то ли frame, то ли rotation effect в итоге не работает. Вот просто вот так вот. Хотя формально он должен. Но зато есть такая крутая штука match geometry effect. Мне прям кажется, в SwiftUI есть какой-то один инженер, который им подкидывает хорошие идеи, и они их применяют, а дальше уж как получится. А match effect — это штука, которая позволяет делать зависимые анимации одной в юхе от другую, чтобы они там плавно перетекали, грубо говоря, друг к другу. Задумка клевая, реализуется тоже достаточно просто. Ну вот если кто сталкивался с hero animation, похожая идея. Ну и как результаты промежуточные за анимацией, ну вот чисто за вот этот matching geometry effect с SwiftUI полбалла у Composer просто шикарнейшей анимации, я круче пока еще не видел. Flutter много готово, но руками делать все-таки посложнее. Ну и есть такой еще маленький нюанс, те, кто сталкивался с этим, поймут, про гриф шейдеров. Потому что он рисуется на игровом движке, есть такой нюанс, что для первой запуска анимации может подтормаживать, если она тяжелая, он как бы ее кэширует. Это обходится там сторонним инструментом, скажем так, что ее можно закэшировать в JSON-чик, но вот есть такая проблема, как бы про нее нужно знать, поэтому минус балл. Ну и финалочка кроссплатформенность. Что у нас с ней? Apple-устройство вроде бы список большой, да, у SwiftUI, но это по факту, если мы говорим про мобильную разработку, только iOS. И при том даже на macOS, tvOS и watchOS придется это обмазывать все if-ами. Не забывайте, что у вас код уже будет обмазан if-ами, в зависимости от версии. Типа какой iOS там, 13 или 14 или 15, тут еще и версии операционных систем добавляются. То есть писать универсальный код не получится. Не надо, не пытайтесь. Да и зачем, собственно. Compose. Формально только Android. Есть Compose мультиплатформ, который вроде как даже вышел в релизную версию, то есть 1.0, не так давно. Но, честно, там немножечко пока еще сложно и больно. Это Kotlin мультиплатформ нужно подтягивать, нужно разобираться с нюансами, как там зависимости работают. И, ну, просто так взять и использовать не получится. Прямо это нужно осознанно идти в ту сторону. И что у нас Android? Ой, Flutter — это Android, iOS, macOS, Linux, Windows, Web. Берем, запускаем. С вебом звездочка, потому что не так все там красиво, как в нативном вебе, но все-таки. И вот берем, запускаем, все работает, все круто. То есть тут определенный победитель. Ну и как итог, что у нас, ну, CFTUI, ребят, ну, очень плохо все, не надо вам его использовать вообще никак. Compose, ну, наверное, это очень крутая штука, но вот пока по кроссплатформности Flutter все-таки проигрывает. Flutter — крут. Ну, вот, да. Flutter можно просто взять и использовать, но про краткость можно забыть. Придется частенько много писать кода. И не всегда наглядно. Compose, вот, честно, очень сильно понравился. Он очень крутой. Выглядит прям даже круче Flutter, честно. Пока проигрывает разве что вот только в кроссплатформности, повторюсь еще раз. SwiftUI — нет, не надо, до свидания. Может быть, когда-нибудь он разовьется, но вот что-то у меня уже сомнения, потому что в базисе какие-то такие вещи заложены, что, господи, хотя бы модификатор, надеюсь, они переделают или типизацию какую-нибудь к ним прикрутят. Ну и выводы наглядного. Та-дам! Вот такой вот доклад. Фух, все. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, давайте. И в соцсети ссылочки все вот можете подписываться, смотреть. Мы на YouTube периодически что-нибудь выкладываем. Спасибо большое, Анатолий. Ребята, по поводу вопросов. Вы можете задать их либо в чате под окном доклада, либо нажать специальную кнопочку «Открыть Телеграм» и задавать наши вопросы уже там. Анатолий, спасибо большое. Очень интересно было слушать. Ребята, я также напомню, если вдруг кто пропустил начало, что Анатолий у нас вообще iOS-разработчик, но он так сильно разрекламировал компоуз, что мне, честно говоря, саму захотелось вот прямо сейчас пойти и поизучать. И жалко, что нельзя что-то такое затащить на iOS. Ну да, я как раз про это и упомянул, потому что я думал, я буду предвзят и как бы в iOS буду вытягивать, а тут в итоге получилось наоборот. Я iOS любил в свое время, но, блин, но не сейчас. Нет. Я вас любил, iOS еще, быть может, и Сиф Тивайн покажет что-нибудь. Да. Кстати говоря, скажи, пожалуйста, не сталкивался ли ты или, может быть, изучал что-то? Вот влияет ли как-то на вот эту декларативщину изменения версии операционной системы? То есть вот приведу пример. Когда вышел iOS 15, на UI-ките там кое-чего полетело, там поменялось поведение навигейшн-баров очень сильно, приходилось там внедряться, чинить ее, перепиливать и поддержку какую-то. Вот знаешь ли ты, есть ли что-то такое, подобные проблемы у компоуза, ну или там у андроида в общем? Здесь сразу стоит вспомнить, что и андроидовский компоуз, и, собственно, Flutter подключаются как отдельные зависимости, то есть они не тянутся из операционной системы. Они могут влиять как бы, меняться их поведение может только, если мы непосредственно меняем сами библиотеки. Да, вот повышаем версию там компоуза или Flutter, там может поведение меняться. Ну, например, у Flutter достаточно круто это все описывается, и ты сразу понимаешь, что будет меняться, там такие портянки подробные вываливают. У компоуза, насколько я знаю, таких глобальных изменений еще не было, чтобы прямо менять поведение. То есть они сразу говорят, что предупреждали еще в момент выхода, что инструмент еще развивается, может что-то меняться, но я, честно, не сталкивался с глобальным изменением. У SwiftUI просто ужасно все, потому что даже вот простой layout, там какой-нибудь вьюхи в столбце или еще где-то, а я помню, что в iOS 13 он по центру ставил, а в iOS 15 берет и в левый верхний угол выкидывает. И уж про навигейшн и прочее это вообще отдельная история. Прям боль. О, да. Итак, у нас есть первый вопрос из чата. Зачитываю. По поводу документации компоуз не хватает информации по трейдам безопасности. Есть ли какие-то гайды по этому, особенно при работе с Mutable State? Трейд сейфти, да, здесь интересный нюанс. Они говорят, что компоуз в теории, уж не знаю, насколько это сейчас реализовано, но, по-моему, в теории может запускаться в параллель. То есть все функции нужно пытаться делать чистыми, без сайт-эффектов, чтобы гонок не было. Вот. Это вот главная рекомендация, наверное, в этом плане. А так, ну, это немножко уходит уже в крутины. Наконец-то я вспомнил это слово. На докладе опять забыл. Вот. И это уже скорее туда. Но там, ну, неплохо работает. А в плане того, как не напарываться, ну, вот чистые функции, а дальше уже как это со стейтом будет работать, уже зависит от реализации. И вот как-то так. Хорошо. Спасибо. Пока ждем еще вопросов от участников. Есть один вопрос от меня. Вот ты упоминал, что хотел разобрать две темы, но они не попали в доклад про производительность и столкновение с реальным миром. Можешь ли ты как-то анонсировать на будущее, стоит ли ждать нам от тебя на следующем Мобиусе, доклад про эту историю, и может быть, опять же, такой вот анонс, интрига, да, может быть, ты что-то уже накопал сейчас. Интересно по этим темам. Да, само собой копал, например, про то, как это все встраивается. Ну, то есть вот столкновение с реальным миром, в первую очередь, потому что у нас уже есть много готовых приложений, стоит ли втягивать, например, в существующие приложения вот эти новые подходы, и как это будет влиять на производительность. Маленькие спойлеры в компози есть, пока еще небольшие сложности. Вот. Ну, вот про вот эти вот вещи, да, хотелось бы рассказать. То есть, если будет возможность, с удовольствием. А по поводу производительности вообще немножко тесты делал. Но, опять же, не буду спойлерить. Посмотрим. Тем более, если это будет через год доклад, например, то сильно может все поменяться, и, может быть, что-то будет сильно лучше, может быть, что-то хуже. Хорошо. Так, друзья, напоминаю, что у нас есть замечательная дискуссионная комната в Zoom. И предлагаю нам перебраться туда. Но прежде, чем мы туда перейдем, давайте ответим на еще один вопрос из чата. Анатолий, как по-твоему, готов ли компоуз для прода? Вот у меня сейчас сложилось впечатление, что абсолютно полностью готов, да. Он крут. То есть, там есть какие-то элементы, которые явно будут доделываться, но он сейчас уже полноценный инструмент, который можно использовать. В частности, чем мы и занимаемся, мы уже его используем. Здорово. Так, ну что же, предлагаю всем перебраться в Zoom, друзья. Ждем вас там, на бурную дискуссию, посвященную декларативной верстке. Спасибо, что были с нами. Пока-пока. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok